Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя видеосерия для начинающих садоводов и огородников. Снова пришлось вернуться к теме удаления лишних листьев. Я показывала, как я удаляю листья, но поступает очень много вопросов, какие именно удалять. Удалять ли в средине, удалять ли до кисти, после кисти. Начну все сначала и более подробно. Каждый из нас формирует куст томатный по своему усмотрению. Кто-то делает своим томатам очень короткую стрижечку. Я уже говорила, что у них томатики вообще голые выращиваются. Кто-то вообще не удаляет листья. Но к вопросу полного удаления листьев, все специалисты сходятся во мнении, что полностью удалять все-таки не рекомендуют. Потому что листья это такой же орган, как корни, как стебель. Именно через листья растение получает воздух. Здесь фотосинтез проходит. Все солнечные лучи получает именно лист. И уже потом все это перерабатывается, дается дальше плодам. Конечно, если листья сочные и зеленые, если они освещаются солнцем и приносят пользу, они наши помощники. Но со временем вот нижние листья, у меня их нет, я не могу вам показать, начинают желтеть, засыхают и уже никакой пользы не приносят. Их можно смело удалить, они уже никакой помощи растению и нам не дают. Когда кисть нижняя, как сказать, завязалась и налилась, нижние вот эти листья, они вообще никому не нужны. На них наоборот, они когда засыхают, пятнами покрываются, на них всякие могут прилепиться грибковые инфекции и все. Значит, вот до налившейся кисти мы листья старые смело убираем. Дальше идем. Вторая кисть начинает, когда наливаться, пока она не налилась, над ней, вот над кистью, которая наливается, лучше листья повременить, не убирать. И когда она уже, ну как, или нальется совсем, или хотя бы до половины вырастут, до половины своего размера томата, только потом мы удаляем листья. Потом можно удалять смело листья, которые смотрят на север и которым не достается солнце, они мало толка приносят. Можно удалять листья, которые в средине, вот там в глубине находятся, и тоже на них солнце не попадает, которые находятся в тени других листьев. От них толку тоже нет растениям, их можете удалять смело. Смело удаляем листья, которые израстают из цветочной кисти. Ну я сейчас вам не могу показать, но многие видели, что вот идет кисть цветочная, и дальше за ней растет листь, дальше продолжает кисточка. Этого тоже не нужно помидорке. Мы его удаляем. Вот, я еще раз перечислю те листья, которые можете удалять смело, которые смотрят на север и не освещаются, которые старые, желтые, засохшие внизу, которые находятся в средине куста, в тени своих соседей, в тени, и которые израстают из цветочной кисти. Вот эти четыре группы листьев можете удалять смело. Это будет безболезненно для растения, толку от них никакого нет. Они нам не помощники. Так, теперь перейдем к вопросу, сколько листьев удалять и как. Опять же, сейчас скажу, какие правила существуют, как рекомендуют специалисты и как делаем мы. Ну как, как делаю я, например, и многие другие. Существует правило, что листья можно удалять два раза в неделю, по два-три листа за подход. Вот так. Это рекомендации специалистов. Эти количества листьев безболезненно удалением проходят. Но мы, опять же, я говорю, что каждый исходит из ситуации на своих растениях. Смотрим за интенсивностью роста. Бывает, что растения так быстро разрастаются, так интенсивно растут, столько у них новых листьев, и лишних, и всяких, и в средине, и в центре. Иногда приходится удалять и по 5-6 листьев за подход. Ничего страшного. Если у вас быстро растает зеленая масса, можно удалять больше. Потом, про полное удаление, или почти полное, в августе, или в конце июля, или в начале августа, почти во всех теплицах, мы прищипываем точку роста, верхушку, и все. К этому времени у нас почти все кисти будут налитые. Ну, налились они уже к этому времени. Потом они уже какие-то созрели, какие-то мы уже сорвали, сняли с куста. И вот в это время, когда уже нет смысла наращивать растению в зеленую массу, уже когда подходит, ну, к концу сезон, тогда можно будет удалить почти все листья. Оставляем только наверху 4 пары листьев, штук 8-10, чтобы они помогали, вот самую последнюю верхнюю кисть, которая сейчас цветет, ну, доставляли, чтобы ей там питание, там солнечный свет получали, чтобы они все. Все. Остальной ствол к этому времени может быть уже оголенный, потому что к этому времени ситуация будет совсем другая, половина томатов уже не будет на стволе, половина будет висеть уже красными, листья уже будут не нужны. Все. Вот я постаралась, как смогла, подробно рассказать, какие листья удаляем, поскольку за один подход, как, а, как это делать, точно как забыла, листья рекомендуют специалисты все-таки удалять вручную, потому что, когда ножницы используем мы, ну, говорят, что можно перенести инфекцию из больного на здоровое. Я делаю по-разному. Иногда удаляю руками, иногда обрезаю ножницами, потому что это быстрее. Когда удаляем руками, нельзя лист тянуть вниз, потому что, возможно, за ним полоска пойдет, это будет инфекция дополнительная. Лист только поднимаем вверх, поднимаем вверх, и как бы вот, как обламываем его, вот так, все. И если теперь, если вот эта полоска тянется, то она уже будет не на растении. Желательно делать это утром, в солнечную погоду, чтобы ранка засохла до вечера. В дождливую и пасмурную погоду делать не надо, потому что ранка долго мокрая, и может прицепиться, опять же, грибная инфекция. Не рекомендуется делать это вечером, потому что ночью она, опять то же самое, она мокрая, туда холодно, сырость, может, ну, начаться грибковое заболевание. Все. Вот, надеюсь, про листья. Теперь рассказала все подробно, как, когда, сколько удалять, какие листья нужны. И что листья, еще раз напоминаю, для растения все-таки важны. Это такой же важный орган. Растения, как корень и стебель, и все их в начале сезона удалять нельзя, даже большую часть удалять нельзя. Нужно, чтобы листики наши дышали. Мы же будем подкормки листовые, может быть, делать, опрыскивать их, от заболеваний. Все это идет через лист. Листья удаляйте разумно, медленно, но с периодичностью. Как? Не так, что пришел один раз, все, остриг и убежал. Голая она осталась. Помаленьку, помаленьку, каждую неделю приходите посынковать. Несколько листиков раз-раз обстригли. Видите, что вот эти кисти созрели. Вот можно дальше мне двигаться теперь. Вот которые кисти уже полностью созрев, ну, как налитые, и уже начинают бурить, они могут быть вообще без листьев. Все. Листья сохраняем только над теми кистями, которые еще совсем молодые. Заходите ко мне на страницу в Одноклассники, набираете Ольге Чернова, 56 лет, город Бискал, Тайский край. Там все мои заметки и все мои видеоролики о выращивании овощей. Желаю вам всем богатых урожаев, несмотря на капризы природы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова